В Турции в это воскресенье состоятся выборы, результаты которых во многом зависят от того, как проголосуют курды. На последних выборах, прошедших в июне, 6 из 54 миллионов избирателей проголосовали за прокурдскую народно-демократическую партию НДП. В результате правящая партия справедливости и развития лишилась абсолютного большинства в парламенте. Эта курдская семья живёт в районе Стамбула, где преобладает курдское население. Разговор с ними шёл о различиях во взглядах курдов, живущих в столице и тех, кто живёт на юго-западе страны. Мы хотим, чтобы был мир, хотим жить спокойно. Если вы живёте на юго-востоке, то почувствуйте, какую политику проводит государство. Но курды, живущие на западе Турции, не такие, как на юго-востоке. Нельзя сказать, что мы ассимилировались, но мы живём далеко от тех районов. Мы далеки психологически. Например, мы можем голосовать по-другому. Мы отличаемся от тех курдов. Журналист Евроньюс встретился с курдским активистом, писателем Умитом Ферратом, который ответил на его вопросы. Выборы в Турции пройдут в новой обстановке. Как бы вы охарактеризовали эту обстановку с курдской точки зрения? Если сравнивать с выборами 7 июня, то мы оказались словно совсем в другой эпохе. Царит насилие, идут сражения, своего рода война. В такой ситуации нельзя говорить о настоящей избирательной кампании. На юго-западе не ведётся политическая дискуссия. То есть выборы проходят в гораздо более напряжённой обстановке, чем во время всех самых серьёзных столкновений 90-х годов. Как вы оцениваете отношения между Народно-демократической партией и Рабочей партией Курдистана? РПК расширило свои границы. У них есть организации в Ираке и в Сирии. Но НДП – официальное политическое крыло РПК в Турции. И эта партия действует только в Турции. Именно так и следует рассматривать НДП. Это курдская партия в Турции. И только. На вопросы журналиста ответил также эксперт по вопросам безопасности профессор университета Халик Атила Сандик. Начнёт ли снова Турция мирный процесс после выборов? Это напрямую связано с результатами выборов. Если партия справедливости и развития сможет самостоятельно сформировать правительство, то военные операции продолжатся. Когда рабочая партия Курдистана утратит влияние или выведет свои вооружённые отряды из Турции, можно ожидать возобновления мирного процесса во имя демократии, свободы и экономического развития в регионе. Если же партия справедливости и развития сформирует коалицию с националистами, можно ожидать более жёстких операций против РПК. Наш корреспондент передаёт Истамбула. В крупных городах теперь живёт большое количество курдов, что стало результатом миграционных процессов. Политические партии соревнуются между собой, стремясь получить их голоса. Боро Байрактар, Юра Ньюз, Истанбул.